друзья всем привет вы попали на канал микрозелень дома на окне меня зовут андрей и я сити фермер это моя небольшая сити ферма по выращиванию микрозелени сейчас вы увидите микрозелень подсолнечника а это микрозелень редиса друзья всем доброе время суток давайте посмотрим что у нас получилось по микрозелени из той который мы с вами замочили быстрее всех у нас горчица взошла это микро семена лука на микрозелень он тоже кстати очень хорошо проклюнулся корешочки он маленькие видны редис розовые редис очень тоже хорошо проклюнулся пошел ну там семечки такие достаточно толстенькие на льняном коврике смотрите тоже микрозелень редиса уже начала питаться здесь тоже все проклюнулась краснокочанная капуста по моему это если я не ошибаюсь такая вот все то есть схожесть отличная здесь тоже все у нас отлично все отлично взошло все работает сейчас мы опрыскиваем все это дело то есть прошли сутки сейчас мы это все снова опрыскиваем и закрываем еще на сутки горчицу я уже наверное скорее всего вечером выставлю или завтра с утра вот с остальными пока посмотрим как только примерно вот они вот до такого уровня вырастут до сантиметра сантиметра полтора тогда уже можно будет выставлять на свет торопиться с этим не надо вот все давайте посмотрим что у нас там с горохом произошло смотрите какая разница прошли сутки справа у нас находится фуражный горох шлифованный из обычной пачки за 31 рубль магазинный слева хороший горох не шлифованный просто замоченный набухший из магазинных пакетиков с горохом разница в прошли сутки данный горох уже готов к посеву видите уже корешки какие появились большие сейчас мы его будем сажать уже данный горох вообще еще не проклюнулся и даже не думает проклевываться хотя кстати здесь я видел где-то одну горошину которая была проклюнутая но сейчас что-то видимо когда промывал потерял из виду вот в общем сейчас давайте тогда засеем посадим пока этот горох почему я предпочитаю именно его хоть он и менее красивый чем этот но он быстрее вырастает то есть за 10 дней он готов уже к срезу этот растет примерно где-то но на все про все вместе замачиванием дней 12-14 уходит поэтому время деньги друзья все давайте переходим к замачиванию точнее не к замачиванию а к посеву для посева нам нужен горох который у нас уже отстоялся дал корешки контейнер у меня этот контейнер на пол-литра и земля если у вас кокосовый субстрат то кокосовый субстрат берем и по чуть-чуть засыпаем у меня просыпалась потому что не удобно одной рукой держать внимание горошек нужно промыть перед контрольный раз перед тем как засеивать будем и насыпать в контейнер землей ровным точнее сло одним ровным слоем одним все все было в один слой сейчас камеру подниму вот вот таким вот образом вот эту слюду где она тут вот она снимаем и можно даже еще немножко еще чуть-чуть поплотней чтоб в два слоя конечно не делать вот видите горошек у меня ну практически не развалился на две части а где развалился ничего страшного так все разровняли все и теперь нам нужен еще один такой же контейнер сверху чтобы все горошины прижать к земле берем второй контейнер накрываем сверху чтоб все было ровно и хорошенечко прижимаем горошек чтобы все горошины по максимуму были прижаты к земле вот все эти у нас все прижалось все отлично теперь я сверху засыплю небольшим слоем земли потому что как показала практика корешки не все в землю уходят и поэтому я решил сверху их землей присыпать и все отлично работает вот давайте сверху засыпем еще землю кстати да важно землю мы не смачиваем мы эти горошины на обычную не на сухую но на обычную землю которая у вас есть не важно засыпаем землей засыпали сверху и убираем в темное место когда здесь сверху появятся уже ростки первое землю можно обильно полить до этого момента землю не поливаем и не оплыскиваем сверху смотрите у меня целая кастрюля уже огромная стоит замачивается на партию для клиентов и здесь вот у меня подсолнечник замоченный стоит тоже вечером буду засеивать но здесь уже будет почти на два стеллажа все всем спасибо за просмотр покажу вам уже в следующем ролике что у нас как проклюнулся горошек и как у нас поживает здесь уже наша микрозелень любимая самая вкусная и не забывайте друзья про телеграм-канал ссылочка в описании переходите в чат задавайте вопросы присылайте фотографии свои микрозелени всем очень рады ждем вас